И что настанет время, когда не будет власти, ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истинной справедливости, где вообще не будет надобно никакая власть. Мы уже сегодня говорили о воскрешенном Христом Лазаре. Мощь его, я уже говорил, находится во Франции. И, согласно апокрифическим текстам некоторым, он был поставлен епископом в некий Китайский град. Сейчас пытаются привязать этот Китайский град к Кипру и городу Ларнака. Если вы посмотрите, даже на карту современного Парижа, вы увидите, что центр Парижа — это Сите. Это то же самое, что английская «city». Это то же самое, что, как я полагаю, московский «Китай» — город. Это то же самое, что еврейское «гетто». Это то же самое, что итальянское «чита». «Citta» или «чита», да? Все однокоренные слова. Все родственные слова. Совершенно не факт, что именно Кипр стал резиденцией Лазаря. Вполне логично предположить, если уж Лазарь похоронен где-то неподалеку, да? Что епископом-то он был поставлен. Вот в этот самый Сите, Ките, Китайский град. Самое интересное, что Сите, сам остров этот Сите, сами парижане всегда его называли еврейским городом или еврейским островом. И именно там был казнен Джабен Али. Совершенно верно. Кстати, Сите был в основном отстроен во времена французского короля с весьма античным именем Филипп Август. А если вы помните, Христос, согласно данной традиционной истории, жил как раз в эпоху императора Августа. Возможно, это очередное совпадение. Может быть и нет. В числе прочего, я сказал, что всякая власть является насилием над людьми. В Париже, в Париже, помимо всего прочего, находится и мощь святой равноапостольной царицы Елены. О чем, кстати, мало кто знает. Вообще она, Елена, это одна из центральных фигур изначального христианства, отправилась, согласно преданиям, в Иерусалим, обрела там некие реликвии страстей и привезла их обратно в Галлию. Восьмидесятилетние, пусть даже царицы, да? Это путешествие, тяжелейшее по тем временам. Это раскопки, которые она там якобы вела, да? В Риме показывают некий порфировый саркофаг, в котором якобы она была похоронена. В общем, если кто считает, что это саркофаг христианско-святой, ну, как бы, каждый волен оставаться при своем мнении. Абсолютно языческий саркофаг, да? И опять-таки, какая-то темная у него история. Якобы из-под кого-то его взяли, и так далее, и так далее. Ну, то есть не могли для царицы найти подобающегося саркофага. Ну, в общем, какая-то такая странная история. И самое интересное, что при том, что она была захоронена в Риме, при том, что она была захоронена в Риме, мощи ее, по какому-то странному стечению обстоятельств, оказались опять в Реймсе, на территории Гали. А потом они были перевезены в Париж. Так вот, если принять точку зрения, что Елена ездила все-таки не за 3-9 земель, в далекий ближневосточный Иерусалим, а ездила в Истрира, в Париж, то все выглядит достаточно логично. От Трира до Парижа расстояние, в общем-то, не такое большое. Елене помогал некий человек по имени Иуда Квиряк. Или... Там разные существуют транскрипции имени, ну, самая распространенная Иуда Квиряк. И переводится это имя от чего-то. Иуда Господень. Вот такой вот. Странный перевод. Притом, что там Григорий Турский, это Григорий Истура, да, Аристарх Самовский, это Аристарх острова Самос, да, и так далее, и так далее. А вот почему-то Иуда Квирякский переводится как Иуда Господень. Ну, по меньшей мере, это звучит двусмысленно, правда? И до сих пор недалеко от Парижа существует город Квирир-Лямод, единственный святой с именем Квиряк родился в Галии и проповедовал не где-нибудь, а в городе Трир, где жила царица Пиле. Герб Парижа, который, кстати, мало кто может объяснить, почему именно такой герб, да? Ладья. И давайте сравним его с гербом города, о котором я сегодня говорил, который, я считаю, родиной Христа. Город Сан-Назер, или Назер. Это из серии, найдите 10 отличий. Абсолютно идентичные гербы. Кстати, корабль, корабль, вот в таком имене, ладья, это один из древнейших христианских символов, не менее древний, чем, скажем, рыбы. И обозначает он спасение в церкви. Спасение во Христе, спасение в церкви. В общем, понятно, почему именно у этих двух городов оказались такие гербы. Кстати, если вы посмотрите вообще в французскую Геральдику, то схожие гербы вы найдете только вот у этих двух городов. Все остальные гербы в той или иной степени отличаются. А вот такой вот схожести нет ни у кого. С чего вдруг у Парижа какого-то заштатного Сен-Назэра оказались столь схожие гербы. Это города, где начался крестный путь. И где он закончился? В Сен-Назэре. Да. В Сен-Назэре. Или Назэре. Христос родился, откуда он был родом. А в Париже, Иерусалим. Этот путь закончился. Именно поэтому есть вот такая связь. Защити мир, Иерусалим. Созвать войска! Вот, кстати, когда в прошлый раз говорил о Париже, я забыл еще одну вещь интересную сказать. Там же по Евангелиям получается так, что рядом с Парижем должен быть обязательно Маус. То есть, это место, которое упомянуто в связи с Христом. Естественно, этот город должен быть не очень далеко от Парижа. Это поселение. Но в Палестине это место не найдено до сих пор. А вот недалеко от Парижа до сих пор существует древний, достаточно древний город Мо. Если вы посмотрите, как он пишется, как он записывается самими французами, вы поймете, что от Эмауса до Мо в общем-то даже не шаг, а меньше, чем полшага. Городов с такими названиями немало, прямо скажем. И с библейскими в том числе. Но тут очень важно понять, какие из этих названий первичны, что называется, а какие уже привнесены потом. Потому что, например, в той же Португалии есть местечко, которое называется Назаре, то есть Назарет. Но у этого местечка никакой богатой истории нет. И возникло оно достаточно поздно. Это одно из возражений, которое я всегда слышу, что на самом деле таких мест с библейскими названиями достаточно много. И когда очень часто мне, когда люди оппонируют, они говорят, что, послушай, ну, мест с библейскими названиями немало по всей Европе. И там, и там, и там, и там. то есть можно, в принципе, локализовать то, о чем ты говоришь в любом месте Европы. На что я говорю, что нет, ребят, не в любом. Потому что, если где-то есть одно, два, три таких места, это очень хорошо. Но попробуйте найти какую-нибудь территорию в Европе, где библейские места собраны на достаточно небольшом территориальном небольшом участке. Кроме того, история Франции, история Испании, история Иберийского полуострова, они связаны и с историей арабов, они связаны и с историей евреев. Поэтому именно там жили и арабы, и евреи всегда во Франции и в Испании. И именно там возникли, могли возникнуть, по крайней мере, места с такими названиями. И именно там был распространен и арабский язык, и иврит. Более того, очень интересно, ведь в той же Франции, когда мы говорим, например, о евреях Франции, а евреев во Франции было очень много всегда, говорили и писали они на неком французско-еврейском языке. Интересно, что этот французско-еврейский язык, так называемый, он фактически идентичен старо-французскому. Более того, когда ученые начинают смотреть старые какие-то словари, старые книги еврейские, выясняется, что очень много, ну, скажем так, не очень много, но достаточно большое количество французских слов не зафиксированы во французских источниках, а зафиксированы в еврейских источниках и записаны они еврейскими буквами. Да будет война! С нами Бог! С нами Бог! С нами Бог! С нами Бог! Все прекрасно знают, что история той же Испании, история Иберийского полуострова, это история арабов в основном, и когда пытаются сказать, что там была какая-то реконкиста, выглядит это достаточно смешно, потому что о какой реконкисте может идти речь? О конкисте, да, а вот о реконкисте сильно сомневаюсь, потому что вся та история Испании и частично Португалии, частично Франции, которую, что называется, можно пощупать, и о которой что-то можно прочитать, и на которую можно посмотреть воочию, да, это история арабская, это история еврейская, это отнюдь не история испанцев или французов, поэтому, когда мы говорим о том, что евангельские события могли происходить на территории современной Галии, мы должны очень твердо понимать, что территория нынешней Франции, территория нынешней Испании, это территории, где сталкивались две очень разные культуры, две очень разные цивилизации, цивилизация европейская, пока не будем уточнять, какая, то есть она языческая, католическая, неважно какая, тем не менее, это была цивилизация европейская и цивилизация еврейско-арабская, то есть тут совершенно две разных культуры, совершенно две разных цивилизаций, которые не могли не войти в клинч, с совершенно разными подходами к жизни, совершенно разной этикой и так далее и так далее, то есть тут можно долго перечислять. Именно отношение к арабской культуре, которая там была, как к культуре завоевательниц, то есть это и любовь, и ненависть, то есть они признают, что это было, но тем не менее все время говорится, но это была реконкиста, то есть мы вернули себе то, что когда-то было утрачено. Хороший вопрос, когда это было утрачено и кем это было утрачено. Так вот, кстати, Иберийский полуостров, там очень много названий, которые перекликаются и с ветхозаветными названиями, и с новозаветными названиями, даже само название полуострова, вы меня, конечно, извините, Иберийский полуостров, а это не еврейский полуостров, ну так, на секундочку, а река Эбро, французская часть, там где Эвер и так далее, и так далее, то есть, Яфа, Македа, это разве не ветхозаветные места? Вообще, вся испанская система образования, в общем-то, она построена на каких-то арабских вещах, на каких-то еврейских научных моментах, да, но это, опять-таки, все из еврейско-арабского мира, то есть, это не свое доморощенное, да, то есть, не исконно-посконно испанское, да, не кастильское, то есть, это все взято от арабов и евреев, вся история Испании, вся история Испании, это вот эта вот история любви и ненависти. В белом плаще с кровавым подбоем, с шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром 14-го числа весеннего месяца Ниссана, вкрытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Ну, начать, наверное, надо с Понтия Пилата, поскольку Понтия Пилат это одна из тех главных вообще привязок пространственно-временных, которые существуют в христианстве, да, имя человека, которого, его имя упомянуто в символе веры, и это один из самых действительно одна из центральных фигур на самом деле о нем известно не так уж и много, а то, что известно, наталкивает на очень интересные мысли. Ну, например, где Понтий Пилат закончил свою жизнь? Понтий Пилат был сослан в Галлию, в город Вьен, где и то ли скончался, то ли покончил жизнь самоубийством. Мы знаем об этом только из апокрифических источников, и даже в городе Вьен показывают могилу Пилата, хотя есть несколько версий. Есть версия о том, что Понтий Пилат покончил жизнь самоубийством, бросившись в реку, но река не приняла его тело и унесла куда-то дальше. Есть версия о том, что Понтий Пилат покончил жизнь где-то в Альпах в Альпах и там сейчас существует озеро, ледяное озеро, озеро покрытое льдом, в котором заморожено тело Понтия Пилата. Версий на самом деле много, но все эти версии, все они на самом деле об одном, о том, что жизнь свою Понтия Пилат закончил на территории Галии, то есть это либо территория нынешней Франции, либо территория пограничная Франции и Швейцарии нынешнюю. А Вьен расположен на территории нынешней Франции. Так это ты подговаривал народ разрушить Ершелоимский храм? Добрый человек, поверь мне. Это ты меня называешь добрым человеком? Самое интересное, что вот эта же часть Северная Италия, та часть, которая граничит с Францией, в общем-то этот кусок был Галей. Вот по этому самому куску течет сейчас река самая большая итальянская река, самая полноводная, которая называется По. Дело в том, что река-то это называлось в древности не как-нибудь, а Эридан, ну, то есть Иордан. И река это переходит в Рону. Теоретически вся вот эта водная артерия, она могла называться Иорданом, Эриданом. Зачем же ты, бродяга, смущал народ, рассказывая на базаре об истине, о которой ты представления не имеешь. Что такое истина? Галя это и нынешняя Франция, и кусок Германии нынешней, огромный причем кусок. Тот же Трир, о котором мы говорили, в котором жила царица Елена, он входил в Галлию. Пилат закончил свою жизнь именно там, в Галлии. Еще что интересно, что его жена Клавдия Прокула, о ней тоже в общем известно немного, но родом она была из Нарбона. Нарбон до сих пор существует, город находится на территории современной Франции, это юг Франции. Ведьмут, у Каллигула была такая традиция, как только человек ему чем-то не нравился, тут же он его ссылал в Галлию. Я твоих мыслей не разделяю! Как выясняется из апокрифов, Ирод Антипа, который тоже был упомянут в Евангелии, тоже был сослан Каллигулой и куда бы вы думали? В Галлию. И закончил он свою жизнь тоже в Галлии. Архелай, еще один сын Ирода, великого. Как вы думаете, где он закончил свою жизнь? В Галлии. А вот такие интересные у них судьбы, почему-то как только люди заканчивали службу, сразу все отправлялись в Галлию. И настанет царство истины. Настанет Эгемон. Оно никогда не настанет! А вот Марию Магдалину, ее никто никуда не ссылал. Она сама пришла, что называется, да? Она приплыла в Галлию. По легендам, по преданиям, она жила в Южной Франции. И мощи ее до сих пор претаются в проваже в соборе Сан-Максимен. Собор этот был построен, ежели мне не изменяет память, то ли в конце 12-го, то ли в 13-м веке, для упокоения как раз мощей Марии Магдалины. Кстати, я, конечно, не берусь утверждать ничего с упрямой уверенностью, но город Магдала, от которого может происходить имя Магдалины, он находится отнюдь не в Палестине. Город Магдала находится на территории нынешней Германии. И что, в общем, не очень далеко от той самой большой Галии, о которой шла речь, да? И вполне возможно, что та женщина, из которой Христос изгнал 7 бесов, это как раз та самая Мария из Магдала, из той самой немецкой, германской Магдала. Это брось! Еще одно имя, которое не упомянуто в каноническом тексте Евангелия, но о котором хотелось бы сказать, это Лангин. Тот самый Лангин, который пронзил копьем Христа. Если вы запишите его имя латиницей, то у вас получится очень интересное такое слово, которое вы очень легко прочтете по-французски. Лангин, да? Даже марка часов сейчас такая есть. Об этом человеке мало что известно, есть, есть, кстати, деревушка такая небольшая во Франции, на востоке Франции с таким именем. Я, конечно, не знаю, существовала ли она в евангельские времена, думаю, что не существовала, но тем не менее, само имя наводит на определенные очень интересные мысли. Я продолжаю. что касается других персонажей евангелий, Иосифа Аримафейский, например. Где искать мощи Иосифа Аримафейского? Ну, конечно, в Галлии их искать. До сих пор они находятся в Бенедиктинском аббатстве, в Маен-Мутье. Достаточно много существует апокрифической литературы, повествующей о его деяниях, о его жизни. Ну, Иосиф Аримафейский, он прежде всего известен тем, что и спросил тело Христа для того, чтобы похоронить его. Считается, что Иосиф Аримафейский собрал кровь Христа, и вот эта кровь Христа является одной из самых почитаемых реликвий в христианском мире. Кстати, интересно, что впервые о церемонии почитания крови Христовой упоминается в XIV веке, и место, где все это происходило, это брюги, брюш. То есть, опять-таки, эта территория сильно близка к Гальской. Об Иосифе Аримафейском пишут, что он прибыл в Галию вместе со Святым Лазарем, с апостолом Филиппом, с сестрами Марфой и Марией, и что какое-то время он проповедовал на территории Галии. Интересно, на каком языке он проповедовал на территории Галии, если Галилея и Галия это разные земли. Наверное, на Арамейском. Кстати, все, кто прибывал в Галиле, то есть, те же сестры Марфы и Мари, они все известны как проповедники. Очень хороший вопрос, на каком языке проповедовали? Если это неграмотные женщины, которые скорее всего знали только один язык, Арамейский, на каком языке проповедовали в Галиле тогда же, кельтом, к нам говорят, галом, на каком языке шла проповедь? А вот если они были местными, тогда все становится на свои места. И ниоткуда они не пребывали, ни из каких далеких Палестин, когда он ездил по делам на Британские острова, Иосиф Арамейский, якобы он брал юного Христа с собой в эту деловую поездку. Тем не менее, вот один из апокрифов повествует о том, что Иосиф Арамейский брал с собой Корнуол, он был в Корнуоле, якобы, и брал с собой юного Христа, а потом опять вернулся. Интересно, куда вернулся? Как себе представляют эту поездку люди, говорящие о том, что он отплыл из одного из портов нынешней Палестины и оказался на территории Англии. Мы говорили о том, что во времена Елены, через три века после этого, это было практически невозможно, это было невозможно и в эпоху крестовых походов, через тысячу лет. Если, если предположить, что Галлия и Галилея это одно и то же, тогда действительно он мог запланировать какую-то деловую поездку на Британские острова, да, и это было недалеко, это было всего лишь через Галилейское море, то есть через Ла-Манш. Иосиф Аримофейский, как я уже сказал, его мощи находятся на территории нынешней Галии. Честная глава Иоанна Предтечи, Иоанна Крестителя, также находится на территории нынешней Галии в городе Амьен. Это бывшая Самара Брева или Самара Брега и так далее. Святой Лазарь, как мы помним, тоже, его мощи тоже находятся в Галлии на территории нынешней Франции. Мощи Святой Елены, которая осуществляла раскопки в Иерусалиме, как мы помним, тоже находятся в Галлии на территории нынешней Франции. Амьен Давайте поговорим о дедушке и бабушке Христа, об Акиме и Анне, тоже два очень интересных персонажа. В канонических Евангелиях они не упоминаются, но существует церковная традиция, существует масса церковной литературы первых веков, да, существуют труды отцов церкви, и согласно церковному преданию Иоаким и Анна были бабушкой и дедушкой Христа. Мощи святой Анны находятся не где-нибудь, а на территории Франции, опять-таки, находятся они в городке Апт. Как они там оказались? Хороший вопрос. Если они были родом не из Галлии или не из сопредельных каких-то территорий, как могли там оказаться эти мощи? Ну, конечно, могут сказать, что это результат крестовых походов и так далее, и так далее. То есть можно все что угодно сказать, да, но как-то так интересно получается, что в результате крестовых походов, да, все оказалось в одном месте практически. Рассредоточено по территории Древней Галлии. Кольщунство! Воинство Иисуса, несущее его святой крест, нельзя победить! Есть во Франции, в современной Франции такая область, которая называется Британия. И в этой самой Британии существует культ, просто культ святой Анны. Считается, что святая Анна, по легенде, была бретонкой и жила она в Британии. И Аким, житель Иерусалима, встретил святую Анну, полюбил ее, и она стала женой Иакима. Так вот, если Иаким жил в Иерусалиме, а Анна была бретонкой, во-первых, вопрос, в каком Иерусалиме мог Иаким встретить Анну, да, или где они вообще могли встретиться? Потому что, согласно вот этим бретонским легендам древним, Иаким был жителем Иерусалима, а Анна была именно бретонкой. Если мы посмотрим на карту Франции, мы увидим, что Британь, Британь, находится очень близко от тех самых городов, от города Кебрен, Хеврон и от города Сен-Назер. Это действительно очень недалеко. Где может жить родня? Семья Иоанна Крестителя, как известно, была родней семьи Иакима и Анны. Так они действительно живут недалеко друг от друга. Где находятся мощи святого Иакима? Вопрос. Ничего определенного, к сожалению, я сказать не могу. Если мы посмотрим, где похоронены первоапостолы, то мы убедимся, что речь идет о достаточно небольшой территории, территории в Европе. То есть, да, есть какие-то апостолы, которые похоронены, что называется, на Атшибе, да, то есть есть легенды о том, что они похоронены на территории нынешней Турции, даже Индии. Но, тем не менее, большая часть покоится где-то недалеко от Галии. И если вы, кстати, посмотрите на маршруты паломничества в Средневековом, в Европе, увидите очень интересную вещь. Большая часть паломнических маршрутов идет по территории современной Франции, заходом на территорию нынешней Италии, Северной Италии в основном, и на территорию Северной Испании. Ну, то есть, один из паломнических маршрутов, это как раз маршрут, проходящий до Сантьяго-де-Компостелла, где находится могила Святого Иакова. А большая часть точек, которым совершалось паломничество в Средневековой Европе, это территория современной Франции, это территория Галии. Большая часть мест, о которых я сегодня говорил, они как раз каким-то странным образом оказываются точками вот этих самых маршрутов паломнических. Кстати, одним из мест паломничества был Париж, Монмартр, одним из таких известных мест паломничества был Париж и Холм Монмартр. Одним из мест паломничества был Апт как раз, одним из мест паломничества был Нарбон, Лион, древний Лукдунум, тоже одно из мест паломничества. Веришь ли ты в каких-нибудь богов? Бог один, в него я верю. Так помолись ему, покрепче помолись. О Туринской плащанице уже написано так много. Плащаница впервые появляется в 14 веке и всплывает она не где-нибудь, а на территории современной Франции. Причем всплывает она в семье, которая имела самое непосредственное отношение к амплиерам. Когда проводили радиоуглеродное датирование плащаницы, причем это, насколько я помню, было сделано дважды, а то и трижды. Радиоуглеродное датирование дало, если я не ошибаюсь, то ли 11, то ли 12, то ли 13 век. То есть там разброс был приблизительно такой. Так вот, если это 12-13 век, то это вполне укладывается и в концепцию Фоменко, о том, что евангельские события происходили в 12 веке. И это вполне укладывается в то, о чем я говорю, что евангельские события происходили на территории нынешней Франции, то есть на территории Галии. И было это где-то, скорее всего, в конце 11-12 веке, возможно, в начале 13-го. Более того, когда говорят о плащанице, там еще один интересный момент есть, о котором почему-то все время забывают сказать. Плетение. То, как соткана эта плащаница. Вот тот вариант плетения, который существует, таким способом вещи не делали в начале нашей эры. Такой способ плетения, он возник, по крайней мере, на тысячу лет позже. Вообще, если мы говорим о реликвиях, связанных со страстями, подавляющее большинство этих реликвий, это конец 13-14 век. Если мы говорим вообще о распятии и о кресте, почему лес, которого в Израиле и так практически нет, который там на вес золота, используется для позорной казни? Зачем? Где можно распинать на кресте? Да там, где деревьев много. По крайней мере, не там, где лес на вес золота. Самая простая казнь для тех мест, да, это побивание камнями. Ну, просто потому, что их там много. Кого из этих двоих вы хотите, чтобы я отпустил? Убийцу Вараву? Или Иисуса, называющего себя Мессией? Он не Мессия, он самозванец, богохульник. Вообще, если мы говорим об этих разбойниках, Вараван или Варава, да, это был разбойник отпущенный. Могли отпустить Христа перед Пасхой, могли отпустить Вараван. Отпустили Вараван. И еще раз спрашиваю, кого из этих двух человек мне отпустить? Отпусти Вараву! Ну, этот сюжет все хорошо знают по Булгакову, да? Больше знают его по Булгакову, чем по евангельской, какой-то евангельской или околоевангельской литературе. Вараван был отпущен, а Дисмус и Гестас казнены. В арабском Евангелии детства спасителя они названы Тит и Думах. А есть варианты апокрифические, в которых эти разбойники называются Дижмон и Геста. Есть варианты Дижмон и Эста. Очень интересно, правда? Вполне французский, да. Я даже так специально произнес, чтобы было понятно, откуда ветер дует. Когда этимологизируют их имена, Дисмус и Гестас, никто не задается вопросом, а откуда у них вообще такие имена? Это что, греческий перевод? Или что это? Почему у двух разбойников, местных, кошерных, почему у них греческие имена? Вы меня понимаете? Отлично понимаю. Не волнуйтесь и продолжайте. Хороший вопрос. Имя Гестас вообще не могут этимологизировать. Ну вот не могут и все. То есть, если вы попытаетесь найти информацию, как перевести, например, там, с греческого, или с арамейского, или с какого-то еще имя Гестас, как-то не очень получается. С Дисмосом приблизительно такая же история. Его этимологизируют через греческое слово, которое означает «закат, смерть». Ну, представьте себе такое имя, да, у человека. Мальчик, как тебя зовут? Смертью кличут. Ну вот, смешно, правда? То есть, получается, что с Иисусом казнят двух греков, имя одного из которых – Димас, смерть, закат, а имя второго просто не этимологизируется. Почему их казнят с помощью Рима? Славь великодушного егемота. Ну, то есть, вопросов на самом деле очень много. Что это за местные разбойники с греческими именами? Эти имена очень хорошо, как ни странно, можно выводить из славянских языков. Думах, его по-разному пишут. Димас, Дисмос, Думах, Дежмон. Мы вспоминаем, что это был благоразумный разбойник. То есть, думающий. Вот отсюда и Думах. То есть, корень-корень-то один и тот же. А что касается Гестаса, то его имя тоже неплохо этимологизируется. Гость. Гость в древнерусском, в старославянском, да, это в том числе и чужак-враг. И, кстати, согласно церковному преданию, Дисмос – это первый вообще человек, вошедший в рай вместе с Христом. А второй разбойник поносил Христа всячески. И о нем в церковной традиции говорится, что он был неблагоразумным разбойником. То есть, враждебным Христу. Вот вам отсюда и гость. Ну, это одна из гипотез, да. Такая гипотеза, она более вероятна, чем гипотеза о том, что у людей такие странные имена. Но даже если мы абстрагируемся, да, от того, как этимологизируются эти имена, то остается вопрос, почему они не арамейские, почему они не местные, если дело происходит на территории современного Израиля, Палестины. Если принимать традиционную трактовку о том, что Раван – это сын Равина, тогда, в общем, становится понятно, почему отпустили. Да, то есть, ну, как-то перед Пасхой сына Равина казнить не очень кошерно, да. Проклинаю тебя, Бог! Ты глух! Если б ты не был глухим, ты услышал бы меня! И убил бы его тут же! Если же его имя этимологизировать по-другому, а, скорее всего, его нужно этимологизировать по-другому, то он у нас будет не вараван и не варава, а просто варвар. Нормальное такое греческое слово варвар, то есть, опять-таки, чужак. Дальше прошу вас. И не пропускайте, пожалуйста, ничего. Какие еще существуют реликвии? На самом деле, реликвий достаточно много. Вот, например, есть железная корона Ломбардия или корона Ферреа, да. Известна она тем, что была сделана из одного из переплавленных гвоздей, которыми был прибит Христос к кресту. Первое упоминание об этой короне. 1311 год. Сейчас она находится в Италии, то есть, в общем-то, недалеко от нынешней Галлии. Кровь Спасителя, которую собрал по преданию Иосиф Аримофейский, находится она в Брюге. И первое упоминание 1311 год, опять-таки. Одна из самых интересных реликвий – это копье судьбы, копье Лангина. В более-менее достоверном источнике оно впервые всплывает в 13 веке. Кстати, император Карл IV приказал на этом копье сделать надпись, удостоверяющую, что это то самое копье. И было это в середине 14 века. Целое дело сшили. Ешиогонос, ты слышишь меня? Сознайся, ты великий врач? Нет, прокуратур, я не врач. Ну, хорошо. Если хочешь держать это в тайне, держи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!